Приветствую, друзья! С вами я, Анатолий Айс, и сегодня я созрел для очередного, назовем это мастер-классом, туториалом, как угодно называйте. Сегодня хочется с вами поговорить о такой вещи, как работа с контрастами, контрастные элементы, что это такое. Я, на самом деле, о них очень часто, очень много говорю с музыкантами, со студентами, со всеми подряд. Как могу пропагандируя этот метод, то есть когда у нас есть нечто черное, есть нечто белое, и мы пытаемся это соединить таким образом, чтобы они находились друг с другом в гармонии. Сегодня, собственно, я предлагаю вам заняться приблизительно тем же самым. Я очень часто говорил о так называемых creative blocks, когда мы застреваем где-то, не знаю, посреди трека в начале или в самом конце, не знаем, что нам делать, куда нам двигаться. Я очень часто говорил о так называемом выходе из зоны комфорта, когда мы раз от раза делаем то, что у нас очень хорошо получается. Я не знаю, там создаем ритм секции, пишем мелодии, басовые линии, вылизываем их как можем, а на остальные элементы, что называется, обращаем гораздо менее пристальное внимание. Но в итоге у нас получается раз от раза композиция, следующая похожая на предыдущую. В общем, масса различных проблем у нас встречается. И вот сегодня я вам предлагаю очередной способ, так сказать, выхода из вот этих вот проблем, их решения и также некого такого челленджа, который вы можете себе дать. О какого рода контрастах мы сегодня с вами поговорим? Мы поговорим с вами о музыке, которую мы обычно с вами не слушаем. То есть человек, который увлекается джазом, вряд ли ему приходит в голову включить и послушать, не знаю, какой-нибудь прогрессив транс или, не знаю, техно или еще что-то такое. И наоборот, человек, который увлекается рок-музыкой, не знаю, тяжелым роком, вряд ли будет слушать хип-хоп, что-то такое. Так вот, сегодня предлагаю как раз-таки поступить именно таким вот образом. Допустим, вы увлекаетесь хип-хоп-музыкой, и вряд ли вы обращаете свое внимание на такую музыку, как хаос или даже прогрессив хаос или прогрессив транс. Вряд ли. Но мы все пользуемся сэмплпэками. Ну, по крайней мере, пробовали ими пользоваться или пользуемся активно, кто как. Сэмплпэки, что это такое, я думаю, вы все знаете. То есть это подготовленный набор сэмплов, который выпускает компания или выпускает артист. Он делает некий такой сборник, который включает различные звуки, различные мелодические рисунки, не знаю, басовые линии, пэды, вокальные сэмплы и так далее, и так далее. Из них, в общем-то, можно собирать трек. Можно просто их брать, что называется, в тупую и вставлять свои композиции. Можно их как-то редактировать, видоизменять, черпать из них вдохновение, в общем, и так далее, делать все, что угодно. Так вот, сегодня мы попробуем как раз-таки использовать один из таких сэмплпэков, но мы будем использовать необычный сэмплпэк. То есть, допустим, вы хип-хоп-продюсер или, я не знаю, ну, какой-то любой другой, джаз, фанк, даунтемпо, треп-хоп, все что угодно. И вряд ли вам приходит в голову полезть и послушать, что же там такого интересного происходит во вселенной сэмплпэков Прогрессив Хауса, Прогрессив Транса, Техно и так далее. Но сегодня я предлагаю поступить именно таким образом. Взглянуть на один из сэмплпэков. Нашел я вот такой вот сэмплпэк, называется он Ultra Progressive House Volume 1 на сайте Sounds. И, в общем-то, он содержит достаточно большое количество различных таких драматично эпичных пэдов, лидов, всяких разных звуков, что примечательно, нет барабанов. Не знаю, хорошо это или плохо. Посмотрим в процессе работы. Ну вот, в целом, в целом звучит это приблизительно вот таким образом. Давайте отдельные звуки послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и так далее. Такая, я бы сказал, стадионная такая музыка, стадионный хаус, очень мощная такая, очень драматично-эпичная, как я сказал. Так вот, создавать мы с помощью этих сэмплов будем трек совершенно в другом стиле. Что-то из области хип-хопа, наверное, инструментального хип-хопа, трип-хопа, даунтемпа. Не знаю, что в итоге получится. Но тем не менее, почему бы не попробовать использовать вот эти вот звуки, к которым мы, как правило, не обращаемся, являясь хип-хоп-продюсером, но в которых мы можем найти много всего интересного. Но, может быть, это даст нам, натолкнет нас на какие-то идеи. Собственно, вот он этот сэмпл пэк. Vice Sounds Ultra Progressive House. Вот в нём всякие различные арпеджио. Басовые линии. Ну и так далее. Я вот заранее уже подобрал некоторое количество звуков. Их здесь пять. Давайте их послушаем по очереди. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, собственно, отталкивался я вот от этой басовой линии. Басовая линия написана в тональности sol minor, gm по-английски. Давайте это пометим для себя. А вот этот звук pain, он немного в другой тональности. Насколько мне удалось понять, тональность здесь – это ре, бемоль, минор. Давайте попробуем. Вот у меня здесь есть дорожка с Grand Pian, на котором я специально её сделал, чтобы подобрать тональность. Собственно, ну для начала давайте её можем оставить её так. Можем сразу здесь её подтянуть на 6 полутонов вверх, чтобы она превратилась у нас в sol minor. Вот мы можем послушать, как они звучат вместе, эти ребята. Есть небольшой диссонанс, но мне он даже нравится. Ну а в остальном, по-моему, вот это у нас получается в до минор дорожка. Хотя она такая очень перкуссионная, и я думаю, здесь не шибко принципиально то, в какой она тональности. Но в любом случае до минор – это тональность параллельная соль минору. Можем их послушать опять же вдвоём. Вот, пометим здесь для себя, что это до минор. Ну а эти ребята в той же самой тональности, что и наша басовая линия. GM, и это тоже у нас будет GM. Вот, дорожку удалим. Собственно, что мы с ними будем делать? Ну, во-первых, композицию, которую мы будем создавать, она будет далеко не 128 bpm, гораздо меньше. Давайте сделаем 94. У меня здесь есть набор барабанов, которые я уже подготовил. Абсолютно они никакого отношения к прогрессе в хаосе не имеют. Это так называемый такой J-Dilla kit, барабаны в стиле J-Dilla. Давайте сразу набросаем какой-нибудь ритмический рисунок. Сначала тарелки, потом, в общем-то, всё остальное. Вот, давайте это всё дело отторедактируем. Немножечко неудобно. У меня слегка вдалеке лежит драм-машина. Поэтому сделаем вот таким образом. Выделим вот этот кусок, и думаю, нам его будет достаточно. Всё, что нам не нужно, мы удалим и продублируем его. Добавим сюда немножечко свинга, слишком он такой прямолинейный. Делаем вот так. Commit. Вот у нас будет такой хай-хат паттерн. А здесь у нас будет, ну, добавим сюда kick и snare. КОНЕЦ Терно можно выключить. Ну, вот, собственно, как-то так. Прекрасно. Что теперь? Гранд пиано, я думаю, нам не пригодится. Давайте попробуем, мы создадим миди-дорожку, создадим на ней симплер. И, в общем-то, в симплер напишем 128 BPM, что у нас BPM наш не сбился, когда мы будем перетаскивать наши сэмплы в симплер. Затем обратно опустим это всё до 94. И что мы сделаем? Мы порежем, во-первых, включим, включим warping, комплекс про, порежем на биты. Очень интересно. Можно сделать её... Нет, давайте оставим четверти. с четвертями поинтереснее. А если попробовать сделать бит... Ну, вот как-то так. И можно попробовать создать какой-то вот такой паттерн, который подложим под наши барабаны. Просто их можно пока включить и попробовать что-нибудь поиграть. И даже если у нас не будет включена кнопка записи, у нас есть прекрасная кнопочка, которая называется MIDI Capture. Давайте запишем. И такая вариация. Единственное, что... Я думаю, их все нужно проигрывать с одинаковой громкостью. Все эти слайсы. Поэтому сделаем громкость на максимум. Опять же, включим квантизацию. Пусть они у нас все будут привязаны четко к сетке. И здесь. И вот здесь. Quantize. Может, здесь можно чуть-чуть подвинуть вот эту ноту вот сюда. Да. И можно еще одну вариацию. Для создания, собственно, всех этих паттернов я пользуюсь MIDI-контроллером Push 2. На нем я сейчас нажал кнопку акцент для того, чтобы независимо от того, с какой силы я нажимаю на пэды, они всегда звучали с максимальной громкостью. То есть, велосице у них было максимальным. На нем же нажму на кнопку Quantize. Еще разочек. Удалим. Да, ну вот как-то так. Я думаю, оставим оставим вот эту часть. Остальное берем. Акроп. Что у нас получилось? Да, можем попробовать немножечко поиграть с фильтром. Чуть-чуть его сделать, чуть-чуть перебрать высокий и сделать такой каток. Но при этом добавить модуляцию. И модуляцию сделать на... Ну вот можно даже на восьмых нотах сделать чуть-чуть. Вот здесь вот добавим модуляцию фильтра. Вполне. Следующая дорожка еще один симплер. То есть, фактически мы сейчас делаем можно сказать такой ремикс на сэмпл пэк. Итак, дорожка Pain 128 bpm, которая у нас слегка диссонирующая. Перетащим ее вот сюда на миди-дорожку. Он автоматически должен создать симплер. Да. Зайдем в Controls. Посмотрим. Transpose у нас делаем плюс шесть. М-м-м-м. Интересно получается. Ну, согласитесь. Также у него чуть-чуть подрежем высокие частоты. Все-таки я небольшой фанат вот этих вот режущих верхов, которые очень часто встречаются в такой вот сугубо электронной музыке а-ля House Techno и Trans. Поэтому немножечко их приберем. Давайте это дело запишем. Такая штука получилась. Нажимаем кнопку Quantize. Знаете, думаю, здесь мы обойдемся без квантизации. Поправим некоторые наши ошибочки руками, потому что все-таки так получается немного живее наши ритмические картинки. Вот. Чтобы все-таки оставить так называемый человеческий фактор во всем этом, это очень важно. Особенно в музыке, которую мы сейчас с вами создаем. Многие называют такой органической музыкой, что ли. Ну, то есть музыка, в которой присутствуют и живые элементы, и элементы сугубо электронные. Вот. Что мы можем сделать? Ну, можем сразу сюда добавить небольшой дилей. Такой вот небольшой совсем, который у нас будет по большей части применяться в области высоких частот. А, прекрасно. И что у нас здесь осталось? А вот этих ребят мы можем, может быть, даже оставить такими, как есть. Выбрать у них комплекс про алгоритм. Добавить им немного свинга. с м 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 Ну и, мне кажется, звучит более-менее среднеэпично, господи, если можно так назвать вообще. Ну и наши вот эти вот ребята, тоже их превратим в симплер. Точно так же, слайс, бит. Мы здесь не, что называется, заморачиваемся, нарезаем все достаточно просто, разрешаем это сделать с Эбельдом. Так как музыка у нас, сэмплы у нас достаточно ровные, привязанные к BPM, это не какие-то сэмплы с пластинок живой джазовый или соул-фанк музыки. Поэтому здесь абсолютно можно доверить Эбельдону. Он все четко нарежет нам на четверти. Ну вот этот звук я бы сильно бы отредактировал. Уже очень он какой-то такой, характер у него слишком задорный. Давайте, знаете, что сделаем. Давайте призовем к нам на помощь кое-какие плагины. Один из них это Portal. Прекрасный плагин от компании Output. У меня есть целое видео, посвященное ему на канале. Можете поискать. Это несложно, видео там не так много. Собственно, это такой гранулярный пространственный эффект. Допустим, он превращает реверберацию. Эту реверберацию делит на гранулы. Каждую гранулу видоизменяет. У кого-то поднимает питч. Кого-то переворачивает зад и наперед. Из этого получаются какие-то совершенно невероятные гличевые текстуры. Вот приблизительно так это происходит. У меня есть мои любимые престы, которые я отметил звездочкой. Мы можем присутствие этой эффекта немножечко понизить. Где-то до 60%. Можем попробовать повыбирать какой-то другой эффект. Для начала мы его выключим и пропишем вот этот паттерн обычным образом. То есть просто сейчас это все. Включим барабаны. Давайте выключим все остальные звуки. Включим барабаны и запишем просто под эти барабаны какой-нибудь паттерн. А вот что я забыл сделать. Нажать на warp. Да, тогда он его растягивает под наш BPM. Растягивает или сжимает. В зависимости от того, ускорили мы или замедлены темп нашего проекта. Такой у него получился слегка такой пьяный какой-то такой характер. Мне это даже нравится. Можем послушать всех вместе. Да, музыка приобретает некий такой интересный характер. Давайте теперь включим этот портал и послушаем, что же он нам сделает с этим нашим звуком. Я думаю, сразу можно его чуть-чуть поубавить до 75%, допустим, его присутствие. Можем поступить еще таким образом. Перенести этот портал на одну из дорожек возврата. Здесь мы его уже включим на все 100%. И послать наш эффект туда. Получится немножечко более нежная обработка. И еще один из эффектов, который я бы хотел использовать, это эффект RC20 Retro Color. Прекрасный такой плагин, который позволяет нам превратить звучание нашей композиции, наших звуков. Ну, так скажем, его состарить, добавить в него каких-то таких артефактов. Ну вот, давайте послушаем просто, как это будет звучать. Ну, наверное, звук винила нам не очень подойдет. Можем, в общем-то, выбрать какой-нибудь пресет, допустим, допустим, кассет First Generation. Ну, вот, да, слышите, как звук меняется. Соответственно, мы здесь можем кое-какие настройки немножечко подкорректировать. Изношенность добавить. Кранч – это некая такая перегрузка. Давайте его сделаем таким ламповым. Ну, вот, у нас звук наш превратился в нечто такое, не знаю, чужеродное, космическое. Вот, ну и пришло время добавить неких своих инструментов. Чего здесь не хватает в этой нашей композиции? Не хватает, конечно же, баса. Не будем, что называется, выпендриваться и что-то придумывать. Возьмем обычную синусоиду из оператора. И попробуем, собственно, опустим еще чуть пониже. Можно к ней добавить второй осциллятор, чтобы он чуть-чуть его перегрузил. Чуть более такой бас-гитарный звук, чтобы у нас получился. Добавим немножечко атаки, чтобы не было этого клика в начале. Чуть-чуть добавим релиза, чтобы чуть дольше ноты звучало. И здесь тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот так. Попробуем. Вот бас как раз-таки, я думаю, неким таким хип-хоповым манером написать. Не делать его таким сустейновым, задержанным. То есть не играть длинные ноты, а сыграть их более короткими. Чуть поменьше сделаем релиз. Как-то так. Давайте попробуем. Такой у нас будет бас. Здесь у нас получается вверх уходим. Прекрасно. Вот это вариация. Вот это как раз сделаем его таким продолжительным. Я думаю, этого будет достаточно вполне. И в качестве еще одного инструмента давайте добавим родос. Возьмем электропиано. Что-нибудь опять же должно быть контрастное. Я так думаю, выбрать. Я думаю, это подойдет. Попробуем подыграть так называемыми септоаккордами. Попробуем подыграть так называемыми септоаккордами. Я думаю, последняя вариация была самым подходящим. И давайте повесим опять же output компании, плагин, который называется Movement, он даст нам такой эффект статора. Музыка. 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 Вот, и затем, собственно, допустим, все вместе в едином порыве вместе с басовой линией начнут играть. Можем вначале также добавить и барабаны, хай-хеты. Давайте их разукрасим. Другой цвет, чтобы они у нас отличались. Почему-то их практически не слышно, потому что их повесил не на тот канал. Я думаю, в интро можно также добавить и клавиши. Давайте это сделаем. Запишем прямо эту партию сюда. Что-нибудь симпровизируем. Ну и как это часто делается в прогрессе в хаосе? У нас здесь будет такой небольшой разрыв. Сделаем такое с придыханием, чтобы у нас получился дроп. Вот таким вот образом. Продолжим так же. Давайте сделаем вот так. И здесь у нас все заиграет вот таким вот образом. Да, мне кажется, я немножечко не так сделал. Но тем не менее, даже, мне кажется, не на те дорожки повесил клипы. Но мне даже нравится, как получилось. Иногда ошибки приводят к каким-то новым интересным вариациям и идеям. Итак, что у нас здесь получилось? Ну, давайте попробуем добавить сюда клавиши. Клавиши нам сюда не подойдут. А здесь мы сделаем вот таким вот образом. Точно такую же сделаем финт. Сделаем автоматизацию на фильтре. Ну, таким даже образом. Ну, и так далее. Можно продолжать какое-то время. Как-то вот так. Что-то в таком роде. В какой-то момент можем подключить клавиши. Допустим, мне кажется, они слишком ломают вот этот вот какой-то такой напористые настройки. И они у меня получились очень такие нежно печальные, меланхоличные. Но, тем не менее, можно их использовать, допустим, каким-то вот таким вот образом. Например, где-то здесь. Мы можем, давайте выключим автоматизацию. Мы можем их вот как-то так вставить. Допустим, убрать вот этот вот момент здесь, вот этот. И даже немножечко прибрать барабаны. Вот так. Давайте попробуем их на октаву опустить. Я бы хотел с ними сделать такую вот, может быть, слегка необычную вещь. Давайте их зафризим. Ну, вот что у нас получилось. Соответственно, какая мне идея пришла в голову? Это идея повесить сюда вот этот звук и повернуть его задом наперед. Сделать вот каким-то таким вот образом, может быть. И повесить на него, я думаю, стоит на него повесить эхо. Не будем его синхронизировать со временем. Фидбэк. Добавим чуть-чуть реверберации. И вот этот эффект dry-wet мы автоматизируем. То есть мы сделаем вот так. Что получится из этого, посмотрим. Да-да, можно вот каким-то таким вот образом. Я думаю, можно сделать еще более такой, более плавный фейд-ин. Ну, при помощи просто громкости. Вот, давайте-ка сделаем наши барабаны чуть более плотными. Ну, собственно, можем использовать плагин Drum Bass. Он нам в этом немного поможет. Хотя не рекомендую им пользоваться часто много. Он немножечко, что называется так, шутит с фазой. Что-то с ней такое делает. И звучание у нас иногда становится достаточно таким странным, каким-то прерывистым. Не знаю. Можем попробовать использовать плагины Slate Digital. Собственно, Virtual Mix Rack. Это единственный плагин, которым я пользуюсь в последнее время. И в нем есть такой достаточно неплохой пресс, который я создал, который делает барабаны, ну, неким таким образом, более, что ли, хрустящими. Более такими плотными. Собственно, плотности, то, чего мы сейчас добиваемся. Ну, и, в общем-то, над барабанами можно довольно долго сидеть. Задача у нас сегодня такая не стоит. Поэтому мы пойдем немножечко более коротким путем и просто подложим под барабаны какой-нибудь луп. Прекрасно, я думаю, подойдет. Вот, я даже думаю, что нам подойдет он вот в таком виде. Просто пока для острастки. Конечно, над барабанами можно еще посидеть и сделать их интересными, такими текстурными. Но пока давайте просто обозначим их в качестве такого паттерна. Повесим компрессор на оператор. А я, с вашего позволения, все-таки воспользуюсь плагинами компании Universal Audio, равных которым нету. Компрессор, который я использую на басу, это практически всегда LA-2A в связке с пленкой Oxide Tape. Опять же, на Oxide Tape можно выбрать пресет, который называется Warm Electric Bass. Можно послушать, собственно, что он делает. Да, насыщает гармониками. Так, не очень, не неплохо. Ну и компрессор. Его надо покрутить, слушая бас в контексте. Субтитры подогнал «Симон» Вот, давайте здесь поменяем рисунок баса на немного другой. А тут уже продолжим, как и было. Здесь сделаем такой тоже небольшой стоп-тайм. Так, для того, чтобы показать изменения. Да, здесь мы продолжим. Тоже можно на что-то сделать такое. Например, вообще убрать барабаны. И, например, здесь сделать автоматизацию с фильтром Frequency. Опять его убрать. Вот таким вот образом. Здесь включить его обратно. 8.57. Ну, как-то так. И здесь можем сделать, я думаю, то же самое. Каким-то таким вот образом. Может быть, даже еще более. А что мы сделаем здесь? Здесь мы давайте с вами... Давайте просто здесь сделаем такой реверс. Вот на этом куске. Command-E. Вырежем его и нажмем на кнопочку R. Здесь можно что-нибудь еще добавить в барабаны. Каким-то таким вот образом. Вот он у нас появился. Ну, и я думаю, стоит сюда добавить сайдчейн, конечно же. Сайдчейн можем добавить несколькими способами. Можем, чтобы у нас наши звуки прижимались в такт барабаном. Ну, давайте так и сделаем. В такт большому барабану повесим компрессор на нашу так называемую басовую линию. Выберем в ней сайдчейн. Барабаны. Kick. PostFX. Ратю на полную. Пускаем все вниз. Ну, да, вот как-то так у нас получается. Продолжение следует... Чуть потише сделаем шейкер. И давайте еще я воспользуюсь плагином, который называется EMT250, опять же, от компании Universal Audio. Реверберация. В ней я люблю выбирать пресет, который называется Drum Room для, как вы догадались, барабанов. Ну и, соответственно, пошлем туда барабаны, сделаем дикей чуть побольше, в районе одного-полутора процентов. И просто все наши барабаны туда отправим. Единственное, что перед этим ревербератором я бы хотел повесить эквалайзер. И для того, чтобы не пускать в реверберацию низкие частоты. Самые низкие. Ну и, соответственно, получится вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Опять же, давайте на барабаны соберем их в группу и на них повесим все тот же RC20. Даст нам еще больше такого, какого-то такого лоу-файного звука. Тоже можем воспользоваться каким-либо пресетом. Если есть что-то связанное с барабанами, не помню, честно говоря. 8-8 Crash. Diss Fat Iron. Ну, думаю, что-то такое. Drum Break. Давайте попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, сайдчейн, который мы используем на вот этой вот такой среднечастотной басовой линии, запросто можно скопировать и на бас. Видим, что у нас здесь мастер клипует, так что давайте выберем всех наших ребят и равномерно у всех опустим громкость. Единственное, что от этого у нас пострадает громкость нашего фортепиано, но не беда. Я думаю, его можно оставить таким, каким он был. А на мастер мы можем смело повесить максимайзер, Oxford Limiter. Ну, пока что, на мой взгляд, один, наверное, из лучших лимитеров. Выберем на нем reset hotend pumpy. Вот, и давайте добавим немного сатурации вот этой нашей басовой линии. Она у нас сейчас слегка ушла на задний план. Мы ее чуть-чуть подтащим вперед. Вот, сатуратор у нас, один из лучших, это decapitator. Многократно об этом говорил и буду говорить еще не раз. Decapitator. Выберем на нем NIF. Отвяжем output и input, то есть drive и output. То есть, если они привязаны, не будут. Он будет автоматически пытаться компенсировать громкость. Нам-то не надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ну и в интро, конечно, надо вернуть громкость клавишам. Давайте послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вот как-то так, друзья, такой вот небольшой набросок получился, думаю, из него можно сделать что-то интересное для бита, например, для хип-хоп бита, в принципе, даже такой продолжительности вполне хватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА минута, полторы минуты как-то так. Вот. Соответственно, мы можем идти дальше. Мы можем попробовать сюда добавить какие-то сэмплы. То есть дальше разворачивать наш привычный нам способ создания аранжировки, создания композиции, к которым мы привыкли. Опять же, подключая наши, что называется, скиллы, то, что у нас получается лучше всего. Получается у вас делать какие-то барабанные сбивки. Давайте, они здесь сейчас как раз очень пригодятся. Если вам нравится прописывать какие-то басовые линии, тоже это все можно здесь уже делать. То есть из зоны комфорта мы вышли, теперь мы можем в нее немножечко вернуться обратно и попробовать покрутить, поэкспериментировать, что же у нас такое интересное может получиться. Ну, а напоследок вот еще, думаю, можно добавить опять же тот же самый сайдчейн на вот этих вот ребят, на вот этот лид. пэйн, который называется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Чуть-чуть можно добавить еще объема вот этому среднечастотному басу. Можно его пока просто отправить в реверберацию, в которой у нас находятся барабаны. В целом вообще не рекомендую делать такие вещи. То есть рекомендую выделять отдельный каждый ретерн-канал с пространственной обработкой для каждой отдельной группы инструментов. Ударные, басовые инструменты, лиды, вокал, струнные и так далее, и так далее. Их посылать туда, чтобы в один канал не мешать и то, и другое. Ну, в данном случае просто для экономии времени хочется просто послушать, как у нас звучит наш бас, когда в нем присутствует какое-то определенное количество ревербераций. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так, друзья. Вот такая у нас штука получилась. По-моему, достаточно оригинально и интересно, как мне кажется. Собственно, что мы сегодня делали? Мы сегодня обратились в контрастную зону, так скажем. И в этих контрастах мы попробовали поискать вдохновение в сэмпл-пэках, которыми, как правило, не пользуются люди, которые занимаются музыкой в определенном стиле. То есть мы себя сегодня представили хип-хоп-продюсерами, которые решили покопаться в сэмпл-пэках, предназначенных для прогрессив-хаус-музыки. И, собственно, взяв эти сэмплы за основу, попробовали их как-то связать с ритмами инструментального хип-хопа, некими такими джей-диловскими битами. Вот что у нас в итоге получилось, друзья. Экспериментируйте, дерзайте, ну и приходите учиться, конечно же. До скорых встреч. Пока. Не болейте.